Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня у нас 12 апреля, заключительная торговая сессия уходящей недели. Как всегда, предлагаю взглянуть на наиболее важные фундаментальные события прошлого дня и, конечно же, оценить перспективы сегодняшней торговой сессии в плане влияния на наиболее популярные валютные пары. Итак, начнем мы традиционно с пары доллар-рубль. Российская валюта по итогам вчерашних торгов, в отличие от прошлых торговых сессий, так и не смогла определиться с выбором направления движения. С одной стороны, рубль находится под локальным фундаментальным давлением со стороны итогов протокола в заседании Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках, которые снова поставили под сомнение бессмертность американской программы количественного смягчения. Но вот с другой стороны, опубликованная во второй половине дня статистика с американского рынка труда зафиксировала рост числа повторных обращений за пособием по безработице. Напротив, уже повысив привлекательность именно валютного риска. А это, естественно, оказало фундаментальное давление на позиции американской валюты. По итогам дня, пара доллар-рубль, не показав выраженной ценовой динамики, закрыла торги на уровне 30.83. Незначительное давление на позиции российской валюты было оказано и со стороны нефтяного актива, продолжившего свое нисходящее шество многомесячным минимумом. Сегодня инвесторам заготовлено несколько интересных макроэкономических отчетов из США. Прежде всего, стоит отметить розничные продажи и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Оба показателя обладают значительным потенциалом влияния на финансовые активы и, конечно же, американскую валюту. Если статистика по аналогии с прошлыми отчетами по рынку труда снова разочаровывает инвесторов, у валютного риска появятся все фундаментальные предпосылки закончить заключительную сессию недели ростом. Таким образом, наиболее вероятный сценарий по паре доллар-рубль на сегодня – это укрепление российской валюты до уровня 3070. Инвесторы явно охладели и к нефти. По итогам вчерашних торгов черное золото просело на 0,6% до уровня 104-28 долларов за баррель. Таким образом, нефтяной актив снова вернулся в область нисходящего канала, утягивающего нефть прямиком к многомесячным минимумам. Главными причинами затянувшейся ценовой коррекции по-прежнему выступают фундаментальные факторы. Так, Министерство энергетики США сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2013 году на уровне 96 млн баррелей в сутки. При этом в нескольких ключевых регионах мира наблюдается слабая экономическая активность. В этой связи Министерство энергетики США понизило прогноз по темпам роста спроса на нефть в мире до 795 тысяч. Подобный прогноз стал логическим следствием опубликованного в среду ежемесячного обзора Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, где картель незначительно снизил прогноз по росту мирового спроса. Учитывая нынешний информационный фон, рассматривать нефть в качестве кандидата на рыночный откуп, думаем, не стоит. Для того, чтобы черное золото смогло покинуть границы нисходящего канала, нужен мощный фундаментальный импульс, которого нет. При всем уважении к рыночным продажам и мичиганскому индексу, они вряд ли обладают потенциалом подобного эффекта. Таким образом, наиболее вероятный сценарий по нефти на сегодня – это продолжение ценовой коррекции к уровню 103 доллара за баррель. Ну и, конечно же, наиболее популярная валютная пара – наиболее популярный валютный риск. Европейская валюта, которая снова в плюсе. По итогам вчерашних торгов, пара евро-доллара окрепла на 65 пунктов, закрыв сессию на уровне 1.3115. Валютный риск получил локальную поддержку, поскольку трейдеры снова продавали американскую валюту на фоне очередного неоднозначного макроэкономического отчета по Штатам. Согласно опубликованным данным с американского рынка труда, ситуация по-прежнему остается напряженной. Особенно, если учесть тот факт, что федеральное правительство продолжает сокращать расходы, известные как секвестр, что может не лучшим образом сказаться на перспективах экономики США. Число работников, повторно подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось до 3000 человек. Первичные заявки, напротив, показали хорошие данные, снизившись впервые за 4 недели. Но аналитики уже предостерегают от слишком активистичных оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Сегодня по Штатам нас ждет много важных отчетов, где особое внимание стоит уделить троничным продажам. Прошлый показатель превзошел ожидания аналитиков, поддержав тем самым национальную валюту. В этот раз эксперты ожидают данные гораздо слабее. Если показатель окажется в отрицательной зоне, европейская валюта может получить хорошую возможность для тестирования уровня 1.31.50. Таким образом, с информационным фоном на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Удачных вам торгов. До свидания.